Подождать надо. Вот сейчас вижу. Добрый вечер. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет, не против. Не против. Говорите, я слушаю. Не против. Я в прошлую субботу ездил на литургию в православную церковь в город Яфа по синодальному периодию. Там есть православная церковь, там есть прерумынская церковь, греческая церковь. Вот есть там русский приход. Русский приход относится к иерусалимскому патриархату. Позор я там на литургию, у меня пара вопросов есть. Мне показалось, что литургия очень слишком длинная. Такая, что ей тяжело выстоять. Уйдет очень много часов. Почему так? Я читал, начал читать про литургию, искать, как вообще, как это все, ну, историю литургии. Я прочитал, что раньше не было на такой длинной. Сейчас современная литургия, она намного дренилась. Там было, где я был, три с половиной часа. Я, честно сказать, еле выстоял, чтобы даже со священником не успел пообщаться, и я ушел, потому что уже был час поздний. Это еще, это только литургия. А потом должна была быть причастие, Евхаристия и проповедь священника. И потом общение. Это получается весь день. На литургии, там, три с половиной часа. Раньше она была длиннее в несколько раз. Это литургия Якова. Ее сократил очень сильно Василий Великий. А уже то, что Иоанн Златоуст, это еще короче. А Никон сократил еще короче. А поэтому вот до Никоновской у старообрядцев Вас бы оттуда, наверное, выносили на носилках. Они там часов шесть-восемь стоят. У вас-то поменьше было. Понимаете как? Проповеди не было, и все включили в богослужение. Если богослужение было бы понятно, то действительно проповедь звучала бы как-то через это. Оно понятно было бы. А так очень высокий такой слог. Такое превыспреннее выражение. Вы говорите, я стоял в литургии, а потом при счастье. Если при счастье-то нет, так и литургии не было. В этом и смысл весь. Это все в литургию входит. И при счастье, и проповедь. Все это к литургии относится. Так, если разобраться по большому-то счету. Ну, я был первый раз, поэтому я ушел, потому что я с вами не знакомый. Мне хотелось увидеть, как и что. Поэтому я не привык. Я привык к протестантским служениям. У них как два часа. Час проповедь Слово Божьего. То есть как сначала час прославления, прославляет Бога, потом заканчиваются. Потом какие-то оглашения определенные, молитвы там за больных и так далее. А потом там проповедь минут сорок пять, ну, час бывает чуть больше. Ну, где-то два-два с половиной часа. А тут только на литургии три с половиной часа. Для меня это было как бы такой неожиданностью. Такие длинные богослужения. Я говорил об этом, что надо сокращать и больше половины, чтобы было посвящено проповеди. Я сторонник. А я говорю, да, я говорю, женщина там, я говорю, а когда же проповеди будет, нам говорят, вот, вот, час после причастия будет минут 15. Минут 15 священник даст слово. Ну, по толкованию святосветного там, ну, они же как бы не седельные, вот, их дунглавы, то, что читают. Ну, получается три с половиной часа. Это где, и 15 минут проповеди. Что-то непропорционально как-то. Я именно так понимаю, как вы понимаете. Это все надо менять. Но они никак на это не идут. Даже говорить нельзя. Библию, что не проповедуют, это они махнули рукой, ее как будто и нет. А у литургии тут не прикасайся. И где написано, что не прибавь к слову Божию, не убавь, как притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Они это все повернули к литургии. И каждый день литургия, как будто бы, если он не просчитает, там неизвестно что-то, звезда за звезду зацепится. Вот так. И поэтому такой результат. Ничего и люди не знают Бога. Просто не знают. Они не понимают. И говорят, я отстоял. В один раз были, и то, говорят, я отстоял. А была бы проповедь, и вы бы поняли, о чем говорится. Разрешить свой вопрос. Вот у нас кто приезжает, мы всегда предоставляем слово сказать. Правда, не в храме, а в трапезной, потому что человек не рукоположенный. А если рукоположен, батюшка скажет, и священники тут говорят проповедь. Она должна быть не больше полтора часа. Это вот я, как знаю, по опыту. Полтора часа. Литургия? Литургия? Литургия полтора часа, и проповедь еще полтора часа, да? Ну, проповедь там сколько будет. Уж полтора часа не будет проповедь. И вот обычно на каждом богослужении говорил всегда по две проповеди. В среднем проповедь 25-30 минут. Ну, я сейчас не говорю, я отошел, а считают проповеди златоуста. Но они сокращены, так что... А у него проповедь была около 37 минут. Вот так. То есть он делал ударение на проповедь. То есть была и ретургия, была и проповедь. То есть уделялось сильное внимание проповеди. Конечно. А почему уделяют сегодня так? Видите, тут надо все понять. Православное богослужение, оно не земного происхождения, оно небесное. Но мы-то земные люди. Надо сначала человеку услышать, благодать призывающая, касается, переходит благодать обращающую, обратился, покаялся. И дальше благодать освящающая. Тут уже литургия. А сегодня еще не знает. Пришел в литургия, а у него не было призвания, не было покаяния истинно, не было встречи со Христом, нет рождения свыше. И он его так... Он стоит тут, думает в этом. Если всю жизнь борется со страстями, а верующий написано, не грешит, Иоанн говорит, они не понимают этого ничего. А почему грешит? Да потому что нет Слова Божьего. Я когда говорю, я говорю, знаете, я вот баптисты, а они, если взять, ну, 20 человек баптистов, 20 православных, не на выбор, а так, кто идет. И мы увидим разницу какая. Что они живут более чисто. У них нет матерщинников, ни пьяниц, ни блудников, аборты не делают. Ну, а вы хвалите сектантов, потому что вы сами такое, там, начинает говорить. Ну, я чего хвалю-то? А почему они такие? Потому что выигры-то очищены через Слово, которое я проповедовал. А раз Слова нет, человек живет во грехах и всю жизнь со страстями борется. А если рожденные слышу, у тебя страсти-то ушли. Они где-то маленько там, если замаящат на горизонте, ты молитву вопьешь к Богу, и Господь слышит. А здесь не так все это сделано-то. Ну, надо говорить. Нет, значит, дома нет отдельного училища. Отделил, говорит, училище тиранное. И проводил занятия. Мы сейчас только занятия были по скайпу. Вы соединяйтесь к этим занятиям. Как всегда, я хотел к вам подсоединиться, но просто по времени сегодня я не успела. Ну, смотрите, если время позволяет. Неудобно в пятницу. Почему? У нас суббота начинается. У меня в пятницу – это короткий рабочий день. А уже все. После обедовка прекращать работать. Поэтому я мне по времени хорошо в пятницу. Потому что это перечистот. Вот по литургии я вам ответил, что я сторонник, чтобы ее сократили, а чтобы больше сейчас была освящена проповеди. Живой проповедь. Так. Ну, может, я туда еще расскажу. Я не знаю, со священником. Я спросил, я говорю, у вас какое? Ну, не у священника, а у прихожан. Там есть местные русскоязычные верующие, которые там собираются. Я говорю, у вас какое погружение? Вы как погружаете? Кто-то мне отвечал стихично. Кто-то говорит, что и полное есть погружение. Кто-то один мне говорит, я вот где-то меня покрестили, и больше, а покрапили меня в воду, и все, больше я не перекрещивался. А я спросил, я говорю, священник может залезть полным погружением? Ну, я так понял, что если настаиваешь, что он может покрестить в море прямо, там, в Средиземном море можно там покрестить. То есть, это... Ну, я не знаю, я с ним лично не разговаривал, это слесняк, слабая, а там я не знаю как. Ну, а еще... Яфа, это же порт, портовый? Да, это Иопия, вот то, что в Деяниях читаете, Иопия, вот. Там храм называется, храм праведной Тавифы, ну, который Петр воскресил. Петр воскресил женщину. Тавифа. Тавифа, вот, в честь нее называется. Вот. Я вам пришлю, посмотрите на храм интересный, там в старом городе, там осталось старый город, и там много церквей разных, православных. Вот, и я пришлю ссылку на один журнал, на сайт, там один человек, он, ну, не верующий на Писание, где он там побывал, интересные фотки сделал, фотографии, иконы. Интересно, посмотрите, там интересный храм, такой древний такой. По-моему, это 17 век он еще есть. Вот, и, что я еще хотел спросить. Я спросил потом, а мне причаститься можно? Она говорит, если ты крещеный, то можно. Я говорю, да, я принял 10 лет тому назад водное полное крещение. Я сказал, что я крещеный. А она мне говорит, а ты кушал? Я говорю, да, я покушал. А тогда тебе нельзя, потому что это нужно натощак принимать. Как же ты примешь, как же в тебя дары войдут, когда ты уже покушал утром? Ну, а я не знаю, у протестантов нету такого? Я знаю, как у протестантов. Если ты готов, если сердце свое готово, если ты чувствуешь, что ты можешь, то да, а насчет там, у протестантов нету такого на голодной полу? Да, у них там протестантов ничего и нету, а только имитируют. У них же нету присуществления, что хлеб остается хлебом. Они не говорят, что тело-то. А там ничего и нет, какая разница? Поэтому и таких предохранительных мер-то никаких и нету. То они берут в руку, там уронил на пол. Это не имеет значения. А у православства не так. Если священник что-то случилось, сплеснул на пол, это кровь Христова, там это место буквально выжигать надо. Он должен опуститься на колени и все слезать языком. А у сектантов-то у них ничего этого и нету. Они просто для воспоминания, вечеря Господня. Хлеб остается хлебом. Присуществления-то нету. Потому что нет рукоположения, нет таинства. Поэтому внешне-то можно соблюдать похоже, а на деле-то ничего и нет. Ну да, я читал Юстину Мученика. Он так описывает, что хлеб оно превращается в истинную правду Господнюю. А хлеб это истинная. А почему на голодных животных? Почему нельзя путь? Ну, объясняю почему. Скажем так, первая литургия совершил ее Господь наш Иисус Христос. И взял хлеб, преломил, подал. Я взял исследование. Так вот, у нас литургия больше по продолжительности в 333 раза, чем у Христа. Ну, представьте себе. Не в три раза, а в 333. И Христос литургию это первое совершил. Так, когда уже покушали ягненка, запили вином, никакого тощак-то не было. Но сегодня даже и говорить об этом не дадут. У них опресники были, а сегодня их квасное. Тут все, понимаешь, но таинство остается таинством. Можно внешне все сделать, а ничего нет. Поэтому тут надо уже не на это смотреть. Хотя для себя, я знаю, что там никакого натощак не было. А это как бы усилить. Даже вода святую дома, это уже не при счастье. И то натощак. С чего ради? Ну, раз, я стараюсь исполнить. Это человеческого стараюсь не заповедения? Нет, заповедения какой нету. Ну, так принято уже. Ну, и по-другому уже. А мне зачем это? Сказать вот, а вы хотели бы причаститься, поесть? Да даже в мыслях этого нету. Церковь установила, значит, и вопросов нету. Вот у нас отмечают сейчас среда, пятница, пост. Почему в среду, пятницу? В среду Юда сделал заговор. Вот отмечают, церковь как бы скорбит. А в пятницу наш спаситель был распят. Печальные деньги, поэтому постная пища. Вот так. Вот так. Потому что 69-е апостольское правило, оно говорит об обязательности соблюдения 40-дневного поста перед Пасхой, 7 недель и среда и пятница. А о других постах нет ни одного слова. И поэтому, мое мнение такое, все посты надо отменить в православии. Кроме вот этого. Великий пост и среда и пятница. Ну, в те дни, когда сейчас вот святки от Рождества до Крещения, среда и пятница не соблюдается. Или Пасхальная неделя, или Масляная. Это сплошная называется. Все одинаково. Неделя Мытаря-Фарисея тоже сплошная. Чтобы мы не фарисейничали. Видимо, так уже. Ну, установлено так. И мне легче исполнять, нежели наставить на своем. А зачем? Поэтому я вам говорю, что вот никакой натощак не было. А мне и это будет, да как так? Библия говорит об этом. Лука говорит, вначале совершили Пасху Иудейскую. Закалите ягненка, приготовьте Пасху. Они пропели псалмы, пустили чашу по кругу, выпили. И пьют из чаши не один раз, а у них где-то там пять, что ли, раз. Или больше. Так что. Ну, это как и евреи. Здесь же как в Израиле протестантами. Они не... Мечанские евреи называются. Это... От протестантов они вышли, но они внутри протестантизма. Это называется Мечанские общины. Они... У нас здесь как? Все как бы по протестантскому. Все богослужение. Все оно выглядит. Но соблюдаются здесь как все праздники. То есть по календарю израильскому. Например, Пасха. Потом Пятидесятница. Дальше. Вот эти все праздники. Все это соблюдают. Ветхозаветные. Да. Поэтому я знаю, как это выглядит. То есть как вы здесь у протестантов. Когда Пасха собирается все вниз за столом. Есть вот этот пасхальный цедр. Когда вот это вот, там травы, там есть вот эта сколка. Готовится ножка курочки. Она как бы стимволизирует то, что было тогда Господь. Она учитесь. Ну, это как бы кушается не с тем, что... Понимается, что вот как бы воспоминание. Вот когда Господь говорил, вот это сегодня Христос. Когда берется вот эти горки Терава. Вот. Как бы вот в таком духе это делается. Пасха проводится здесь. Они протестанты, но просто из-за того, что они евреи. Поэтому соблюдают это все. Вот. Вот так вот. Но у меня вот такой еще вопрос. Значит, я осматривал иконы в храме. И увидел, значит, там такую икону. Я сейчас объясню, к чему я. Значит, икона там, видимо, Христос. И к нему притрадиваются люди. И как бы от него исходит божественная сила. И люди как бы, ну, получают от этого историю. То, что мы читаем в Евангелии. Вот. И... Но наверху, над Христом, масонский знак. Там, значит, треугольник. В нем глаз. Но это же масонский символ. И как бы это как солнце. Как бы на него, как бы на креста вот этого треугольника с глазом. Он, как бы, лучи солнца на него исходит. А как бы он получает, как бы, вот этот... Ну, как получается... Ну, это как от отца по Библии. Силу исцеления. И она не исходит на людей. А я уже просто не раз это видел в интернете. Вот эти масонские символы. Почему они присутствуют в православном храме? Ну, давайте рассмотрим. Вот в православии, это объясняется треугольник. Это троица, гласца, вселенные Божии. А когда он появился? А вы возьмите бумажку, запишите. И увидите, допустим, второй век. А у масонов когда появилось? В 18 веке. Какой это знак? У масонов христианский или у христиан масонский? Ну, у масонов появилось оно 15 столетий позже. Да, чей это знак? Я одного протестанта слушал, он обсуждает масонство. Он говорит, вот они рисуют Бога с одним глазом. Всевидящее как бы око. Не глаза, не очи, а око. Он говорит, мой Бог с двумя глазами, а не с одним оком. Он совсем грядит умом. Это речь идет символика. Символика. Это символ. Ну, у иудеев, вот сказать, в шести, конечно, здесь... Масоны взяли от христиан это символ? Конечно. У христиан уже... Ну, христиане-то раньше появились. Допустим, вот мы, скажем так, у нас появились пионерские лагеря, первые лагеря в 1927 году. Ну и что? Да то. А как же, говорит, скауты. А скауты, это еще Алешка, сын императора, уже в скаутском лагере был, пишут. Да что раньше появилось, скаутские лагеря или пионерские? А они оттуда все это взяли. Все прям, все, порядок, все, что оттуда взяли, взяли. А нам-то не говорят, а мы думаем, ой, смотри-ка ты, скауты от пионеров, как много взяли-то. Как они могли взять, когда скауты появились, может, на 50 лет раньше? Ну, просто надо немножко историю узнать, и тогда мы по-другому на это взглянем. Это коммунисты перекопировали, так и здесь. Но теперь, если одинаково, дальше спросим, а что теперь? Исключить это. Раз у масона Патаяси утвердилось, что у церкви там со второго века, я к примеру говорю, никто не знает, поэтому православным даже убрать эти символы. Убрать. И разговор закончился. Ну да, и чтобы не смущать людей, чтобы не смущать людей, чтобы не смущать людей. Конечно, конечно. Не забывали. Во избежание соблазна и все. У нас было такое, что звезда, шестиконечная звезда Давида, на иконе изображена, то я ее заметил и попросил у нас, человек имеет к этому отношение художница, она ее закрасила и все. Да, сегодня звезда Давида, это на флаге Израиля. Да, у христиан восьмиконечная. У этих масонов пятиконечная. Звезда пятиконечная. Как вот у русских было, как на флаге в Америке, везде пятиконечная звезда. У христиан восьмиконечная. Ну я понял теперь, а то для меня было как-то даже прескновение такое, думаю, ну что, что такое, я думаю. Я просто видел по интернету, и за это многие делают все вот эти видеоролики против православия, вот посмотрите, у них как возле таких грамот, матовские силы. Как бы не разъясняет отхода чего, как бы, вот, как бы, папа. Но видите, я вам говорю, как частное мнение. Я это не доставил, но я показываю на основании Слова Божия. А они никогда не могут ничего показать. Спроси, а где натощак? Я отвечаю, нигде. Вот у меня что-нибудь, я в университете преподавал, и говорят, вот, у нас знакомые баптисты там, вот, приходят, они говорят, и говорят то, что, как есть. Но как нам доказать, что они неправы? Я говорю, доказать им можем только, что мы неправы. А что они неправы? Нет, они поступают, как по Евангелию написано, по Евангелию. Там вопрос такой, прямо по Евангелию. Вот у нас вместе в одной чаше хлеб и вино. Но Христос-то подал паврость, дал хлеб, потом вино. Как им доказать, баптистам? Ну, мы должны сказать, что у вас внешне правильнее, поистине. А у нас не так. Ну, у нас истина, а у вас ничего нету. Потому что рукоположения нет, и все остальное только имитирует. Он не имеет права этого делать. Я не могу взять хлеб, сейчас сказать, ешьте тело. Нет. А брат может, потому что он священник. Ну, а вот что такой вопрос? Насколько вот это, вот как бы важно, вот смотрите, да, у православия, да, как бы богослужения или другие проходят в храме, есть иконы, есть вот, весь храм расписан, разрисован, как бы, как бы для того, что, вот я прочитал книгу этого, как бы, американского православного, который по протестанцам стал православным. Да, Питер Гилквис. Да, я всю книгу прочитал. Вот он описывает, чего, как бы, для, чтобы очень содержали, чтобы, как бы, когда лазал, чтобы обоняние было для, как бы, ну, для какого-то полного, как бы, получения, как бы, божьей благодати. А у протестантов, получается, ничего этого нету. То есть приходишь обычно какой-нибудь там зал, какой-то просто помещение, ни япон, ничего нету, как бы, как бы, идея, ну, как бы, насколько я, как бы, правильно задать вопрос, ну, как бы, это, как бы, важно или, как бы, разница в этом, как бы, насколько это влияет, как бы, на, ну, понимаете, да, как бы, почему я говорю, что-то, как бы, у них этого нет, а ничего-то лишают от этого, ну, как бы, православность от этого больше получает, то, что у них вот такие вот храмы, и вот у протестантов этого Ладана нету, не ходят, и не будет ходить пастор, пастор общины, не будет Ладаном. Так он и права не имеет. Когда в Озии, Озия написано, царь, у пророка Исаии написано, когда он укрепился, то возгордилось сердце его, и он взял к отдельности и хотел походить, а священники уговаривают, не делай, это не твое дело. А он стал ходить, и вдруг проказа покрыла его, и от него все сразу отступились. Вот и все. И теперь, так как он прокаженный должен быть за городом, ну, ему отдельно там сделали, больше он в храм не заходил, но Бог отнял пророчество от всех, даже от Исаии пророка. Вот почему 6 глава, 1 стих Исаии говорит, в год смерти царя Озии видел я Господа. Когда умер он, это проказа снято. И он решил точно так же покодить. Поэтому, как они ходить, когда на это не поставлены? А что баптисты сейчас строят свои молитвенные дома, они просто построили крышу, а там такие завитушки делают и снаружи, и снутри. И такие иконы рисуют, ну, иконы, картины, из Исаии в Адаре, там все разукрашено. Раньше не было. А сейчас у них прямо наверху крест большой стоит, а раньше слышать не хотели. А сейчас крест. Все, то есть, меняется, начинает, кажется, маленько протрезвляться. Конечно, это все располагает более, когда я это вижу. Но заметьте, я просто скажу, мирской случай. Поет Алла Пугачева. Молодая еще там, как ученик, в первый класс, то ли еще будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. Но она просто пела когда-то. А теперь они как оформили школой, и она в школе сидит, и там этот синхрофразотрон этот показывает. И как будто бы раньше, говорит, Лев Толстой таких сочинений не писал, как первоклассники сегодня. И все это показывает. Но оно приближает, конечно, понятно. И ученики хором поют с ней, а до этого еще не была одна. Какое более понятно? Ну, то, что сейчас составляет видеоролик, она прямо, ну, о чем поет, то и есть. Это более располагает. Голову повернул, допустим, где-то, я вижу изображение, библейский сюжет. Христос на осленке въезжает в Иерусалим. Это верное воскресенье. Я вижу теперь, у меня зрение, зрение-то 85% информации. Я, а если на слух бы еще тут говорил, проповедник и в уши, а запах такой, да еще, ну, понятно. Ладан. Ну, можно без этого, без всего можно, если ты высокий духом. Первые христиане молились, и когда отняли храмы в лесу, в Гефсиманском, где попало они собирались. И молитва доходила. Один сказал, говорит, раньше причащались, говорит, золотыми сердцами из деревянных чаш. А сейчас, говорит, и золотых чаш деревянными сердцами. Ну, конечно. Так что тут это не влияет никак. Вот я дома... То есть, влияет, если есть возможность, то это как бы лучше, чем, если просто какое-то помещение, без ничего. Ну, Моисею это было сказано, сделай по образу образцу, который тебе показан на горе. И он сделал там херувимы, повеление божье. У стихтантов нету, как могильный склеп. Вообще ничего нету. Представь, картины какие. Вот смотришь, Сикстинская Мадонна, у католиков-то там Рембрандт. Какие художники-то какие были. Вот зайдешь, Воснецов рисовал, там картина Репина. Ну, бывает такое, там в храме зайдешь, там сюжеты библейские. Конечно, это располагает. А другой бывает, и он считать не умеет, а по картине ему можно рассказать. Секундочку, дайте мне сейчас, сейчас, сейчас. А я, знаете, в Иудействе тоже ведь иконы есть. Вот у них, я вот наблюдаю, здесь у нас за ортодоксальными, за очень такими религиозными, которыми отходят, ну, как, это Пейси называется? Пейси, Пейси, да, Пейси. Да, да. Они тоже, они очень сильно почитают своих родинов. У них вот, у них вот я наблюдал, вот, как-то я на работе в одном, был в одном месте, и, значит, такая будка небольшая, значит, а там человек, он, я работаю водителем на контейнеровозе, вожу контейнера. И он, значит, контейнера проверяет. И он, значит, все время, когда ничего нет, сидит в своей вот этой будке, не читает эти, салмут изучает. Я, я зашел к нему туда, а у него полностью вся, вся его вот эта вот комнатушка, она полностью в, в, в этих картинах. А на картинах изображены уже умершие раввины, которые были такими, то есть, самыми неизвестными, почитаемыми. То есть, как бы, это тоже иконы. То есть, для чего он это все, для какой-то он это все там вешает? Ну, если все, все, все истинные, пустого места нет. Вот. Так что, у них тоже есть. Я этого неоднократно наблюдал. Вот. Кто-то выставляет, едет на машине, выставляет прямо, прямо на лобовом стекле изображение, изображение какого-нибудь там, какого-нибудь там, не знаю, никого, ну, какого-нибудь там раввина, какого-то там века там, всех веков, средневеков, или оскольких, ну, которых они почитают. То есть, тоже, получается, у них это есть почтение, вот это вот, изображение, они изображают, они... Ну, может быть, они не целуют это, как делают православные? Не знаю. Но вот вы сказали о мессианских евреях, они не все одинаковые, которых я знал, мессианские, они не признают Христа за Бога, только за Мессию. И поэтому, когда у нас поется символ веры, Бога истина, Бога истина, она у нас еврейка тут была, и она не поет это. А он Бог, говорит, сущий над всем Бог. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Везде Писание-то говорит, а они, ишь, церковь, это ересь. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Три сущи едины. Христос, это истинный Бог. А как понять? Никак не понять. Это тайна. Ее надо принимать. Ну, я думаю, из-за чего они... А дело в том, что это закладка иудейская, ведь в иудаизме они же отвергают до сих пор. И дело в том, что сейчас такое течение пошло, многие сейчас как бы начали верующие, евреи, и те, которые, как это произведено, которые в Писании хочет определиться, которые обращались в иудейство, они, значит, что делают? Во-первых, отходят, начинают, начинают заквашивать, это заквашивать, начинают, рабины учат, как что, Иисус, это неплохо, и они начинают это принимать. И еще потихонечку есть целая община, которая тоже начинает отвергать, нет, Иисус, это просто учитель, это пророк, вот, есть один только Бог Яхва, и все. То есть, начинают отвергать, ну, и субботу уходит, начинается, то есть, закончество начинается, то есть, как бы, сделка, все, надо исполнять закон, а теперь, да, христианами тоже называться не надо, христианами не надо называться, вот, это, как бы, такое тоже идет, полное, как бы, потому что, как бы, христианство языческое, там, это, как бы, христианство не исполняет редкий, ветчий закон, да, есть, такой, да, я сам, лично, общался, иконтернет, в последние дни, есть, 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 не говорите, нам-то не зачем, на это время не надо тратить, у вас больше вопросов нет, никаких? Да, ну, в принципе, был какой-то еще один вопрос, если я не вспомню, как он вспомнил, был какой-то еще короткий вопрос, у меня. Ну, тогда ладно, записывайте, когда будет, главное, вы сходили, увидели. Ну, а вот, я еще вопрос, вот я вас, последний, но это уже по другой теме, вот я вас слушал, вот, я вас вижу, вот, как определенный, вот, реформатор православия, вы себя с этим, как бы, осозняете, что вы производите определенные реформы, ну, получается, у вас, слово рода, такая реформатор, ой, дейте. Да ничего я не реформирую, я говорю, вернусь, надо к истоку, когда Господу стали говорить, а как же Моисей повелел давать разводное письмо, он говорит, а вначале было не так, вначале не так, по жестокосердию, поэтому эти законы, вначале не так, вернуть надо к евангельскому, и все, я не реформирую, а что реформирую, это они утеряли, они искусственно изменили, а я говорю, вернитесь к истоку, я другого-то еще не прошу, идите на проповедь, все должны, одна харизма нет, где-то она не, харизма может тебя не касаться, но на проповедь все доеди, хоть пальцами показывай, хоть переписывай подавай, ты должен свидетелем быть, иначе зарытый талант, и ты не пойдешь к Господу в рай, простыми словами объясняю, но все тогда на сегодня, что пришел, спаси Христос, набирай вопросов, может товарищи какие есть, приходите вместе, но сначала напишешь, как всегда, с Богом, хорошо, с Богом, божествую, слава Богу, хороший разговор, видишь, с Израилем,